Подарить каждой девушке возможность ощутить свою красоту и уникальность. С этой задачей Татьяна Калашнова основала бренд органической косметики. Сегодня скрабы, маски, бомбочки для ванн и другая продукция бренда представлена на маркетплейсах и полках магазина известной торговой сети. А началось все с мечты и пилотного проекта на этапе обучения в ВУЗе. И во время обучения я все больше крепла в своем осознании, что я хочу этим заниматься всерьез, а не просто ради проекта. И так вот и начала просто производить и продавать. Главное знать, чего тебе хочется по-настоящему. Если это настоящее желание, оно всегда тебя приведет к цели. Такое желание есть и у Елены Паклиной. 9 лет назад предпринимательница загорелась идеей подарить детям с ВУЗ возможность развиваться наравне со сверстниками, учиться счету и ментальной арифметике. Сегодня же основательница Центра интеллектуального развития выступает спикером на площадке ежегодного форума деловых женщин. Ее опыт – пример для тех девушек, кто находится только в начале пути к созданию собственного дела. Всегда спрашивают, вы так много побеждаете. Я же никому не рассказываю, сколько поражений за спиной. Поэтому если вдруг вам попалась какая-то кочка, обойдите, перешагните, перепрыгните. Есть очень много разных вариантов. Но самое главное – не отчаивайтесь, и все будет хорошо. Из взлетов и падений строится практически любой бизнес. Это подчеркивает большинству предпринимателей. Главное – знать инструменты для развития своего дела. И если усидчивость и кропотливый труд – индивидуальные фишки, то меры поддержки национального проекта доступны каждому представителю ниши. Ровно как и возможности, предоставляемые социальным контрактом. По итогам минувшего года 60% его получателей – именно женщины. Женщины для нас это не просто, скажем так, дань уважения, хотя это тоже немаловажно, но и 40% от субъектов малого-среднего предпринимательства. То есть почти 28 тысяч субъектов – это индивидуальные предприниматели юридических лиц. В Ульяновской области – это женщины. В этом году мероприятие выступает и выездной площадкой Евразийского женского форума. Проекты «Ключевые идеи для развития предпринимательства» обсудили на пленарном заседании. Его посвятили не только бизнесу, но и науке, политике и медицине. Речь о возможностях, которые предоставляются прекрасной половине россиян. И это большая честь как раз для региона. Это означает, что уровень форума соответствует в том числе и международным стандартам. В России существует уникальная площадка, которая объединяет женщин. Не только женщин в бизнесе, не только женщин-предпринимателей, но и женщин в технологиях, женщин в образовании, женщин в медицине, женщин в политике и так далее. Лучших женщин-предпринимателей отметили грамотами и благодарственными письмами. Награды вручили сразу в нескольких номинациях. Форум рассчитан на несколько дней. За это время его участницы проходят тематические мастер-классы, семинары и курсы повышения квалификации. Продолжат программу в Москве. 5-6 марта на ВДНХ откроют деловую программу женского форума. Александра Никитина и Геннадий Бухтояров. Управда. ТВ.